привет всем олдбой к сожалению сегодня не сможет записать очередной обзор и вместо него наверное побуду я молодой неопытный и самую капельку инфантильный янг бой ну я думаю по моему внешнему виду можно догадаться что действительно несколько омоложенная версия этого самого прожженного циника сегодня у нас на очереди очередная замечательная серия шестого сезона под названием apple jacks day of apple jack какие же чудесные эпизоды с ее части мы видели до этого и вот еще один из них могу сразу сказать что серия мне однозначно понравилась практически всеми своими элементами там была чудесная музыка отличные пони такие вот как мы привыкли видеть начиная с самого первого сезона я даже по большому счету не знаю к чему придираться здесь поэтому я не вижу смысла даже как-то затягивает обзор 5 из 5 однозначный вин сезона я надеюсь что следующее будет еще лучше но и на этом наверно можно заканчивать да нет нет на этом нельзя заканчивать то что конечно же хотя и лишился своей чудесной бороды лишь на время но обзор мы будет не столь позитивно история в данном случае отнила деседау а сценарии подготовили братья лисичкина они же фоксы предыдущих работа была сойдет но в общем-то с этой ситуации несколько похуже почему конкретно давайте поговорим в том числе начиная сюжетах по синопсису и превью можно было предположить что apple jacks и рейт отправляются отдыхать спа от твайлайт и спайк благополучно фейлет в ее фермерских обязанностях то есть как бы приоритет я предполагал что будет отдан именно этой фермерской части результате акцент получился несколько на других вещах но завязка именно такова да то есть рейте хочет прости больше времени с apple jack расслабляясь в парил очки никакого сексуального подтекста и соответственно твайлайт спаркл вызывается присмотреть там на часик буквально за фермой покормить свинюшек чтобы твайлайт могла справиться с этой непосильной задачей apple jack оставляет ей очень подробную инструкцию а сама отправляется в то самое спа вместе с рейте но и там как говорится не все так просто потому что заветная парилочка оказывается не то чтобы даже занята оказывается что к ней уже огромную очередь которая никак не продвигается потому что в парилке нету пара нужной температуры и все так сложно это нам очень интересно короче говоря действительно мы бы лучше посмотрели за твайлайт спаркл на ферме это было бы хотя бы немного забавно я думаю apple jack выявляет неэффективный менеджмент и в меру своих возможностей подчиняет трубопровод на что уходит тот самый час который выделила твой так что отдых достаточно быстро заканчивается парочка пони возвращается на ферму и застают печальную картину твайлайт которая фейлит это простейшее задание покормить свиней потому что apple jack оставила ей совершенно безумную инструкцию и чего-то ожидала как говорится но по ходу дела до выясняется что она скажем так увязла в определенной рутине в определенной в определенном алгоритме которого она все время придерживалась и поэтому те странные действия на свет твойлет которые нужно было предпринять они как-то там объясняются какой-то там старая история что там скрипела калитка пугала свиней поэтому сперва ей нужно открыть потом ее надо закрыть чтобы они не пугались да это довольно таки странно звучало и в самом эпизоде так что и намекает на то что ее менеджмент тоже далеко не совершенен и соответственно единорогие показывают свое превосходство над этой грязи пони в том числе и в фермерском деле если отбросить сарказм то на самом деле получается примерно такой же урок что apple jack нужно просто было чуть больше глядеть по сторонам и чуть больше задумываться над тем что она вообще как бы делать потому что приличная часть ее действия на одну как бы не очень эффективно в результате мораль получается даже достаточно поучительный что как у людей у пони весьма инерциальные мышления то есть они очень как раз таки могут погрязнуть в какой-то мелкой рутине особо не вникая в смысл того что они вообще совершают вместо того чтобы эффективно использовать свое время эффективно работать ну собственно быть как говорится под эффективным менеджментом хотя бы самого себе немногочисленные отсылки интересности эпизод содержит кое-какие отсылки к предыдущим событиям прежде всего если говорить о рейнбоу дэш который мало того что стесняется похода в спа так еще пришла своих любимых тапочках в виде головы питомца танка приятно было увидеть и некоторых знакомых персонажей достаточно сволочная барышня спойлата рич стоит естественно самой первой в очереди в парилку балк бицепс все еще промышляет массажем миссис и мистер кейк пришли расслабиться ну каждый своим образом а также к нам вновь заглядывает royal pin он же поки пирс со своим стильным заточенным рогом каким мы его увидели в call of the cutie единственная отсылка к другим видам медиа это зависающий на веревке твайлайт словно пародирующий это на ханта из миссия невыполнима даже на фоне звучит довольно похожая музыка достоинства недостатки скажу сразу и без именников серия скучная серия очень скучно и особенно провисает ее именно средняя часть в этом самом спа где по большому счету несколько минут мы просто следим за тем как персонаж с умным видом ходит по коридорам и исследует местную водопроводную систему просто именно ради этого мы смотрим млп водопроводчики марио хреновы к сожалению даже монтаж с починкой утечки не помогает как-то оживить действительно местные события это еще один из тех эпизодов где форма 20 минут кажется несколько излишним 20-22 в 11 ужать и мне кажется что это серия смотрелась бы гораздо бодрее прямо скажем что же мне понравилось в этом эпизоде ну как я уже отметил мораль она достаточно взрослая и ложащиеся на многие скажем так рабочие профессии пускай подается в несколько опять же утрированном виде ну учитывая что у нас здесь мультфильм это опять-таки вполне необъяснимо и простительно так что я здесь однозначно занесу это в плюс также в плюс она стоит отнести появление rainbow dash и маленькие забавные моменты связаны с ней ну и конечно же отличный камео балка бицепса увы но практически весь остальной юмор вышел не смешным местами слегка жутковатым если вспомнить самое начало и морщинистую рейти это было это было странно это было прям так же странно как безбородый олд бой страшно счастью по сравнению с показанным перед серией отрывкам стало понятнее для чего applejack проделывала все эти странные вещи которые мы увидели правда сцена все равно выглядела на редкость глупо уж извините до персонажа несколько оглупили ради того чтобы весь этот сюжет вся эта история все-таки смогла работать потому что ну извините положить все-таки не 70 лет она не может быть настолько ретроградкой этом понятно было бы для той же самой грэнни смит например которая действительно но вспомните как она варит тот же самый зап apple джем джем из вольт яблок для applejack мне казалось что все-таки больше открыто дорогами на в плане того как она пытается организовать хозяйство насколько она пытается делать вещи но не то чтобы современным образом но наиболее оптимально все же у applejack есть глаза и уши чтобы заметить что калитка давным давно перестала скрипеть и для этого не нужны две подруги которые скажут ей об этом прямо в глаза нового время подвести итоги мне бы хотелось бы поставить этой серии достаточно высокую оценку за те удачные элементы которые мне все-таки были но в результате получилось как-то очень очень посредственно поэтому только два с половиной это та самая сердцевина между полным отстоем и великолепным совершенством где-то такой середнячок никакой такой какой есть лично мне осталось легкое водянистый такой филерное впечатление от серии что наверное странно адресовать к slice of life сериалу но оказывается после достаточно насыщенных и насыщенных событий насыщенных юмором предыдущих эпизодов нынешний смотрелся как-то бледновато уж извините но по крайней мере это лучше чем what about discord потому что то серия была прям совсем совсем никакая здесь мы получили просто нечто блекловато и не слишком интересно но тем не менее надеюсь что это опять таки может быть одна из худших серий в сезоне может быть дальше будет повторюсь получше благо завязка следующего эпизода весьма весьма интригующий с вами был янг бой надеюсь что моя бородка следующей записи все-таки отрастет и я буду в более привычным для вас виде такой мне честно говоря самому не нравится никогда не испортина свою бородку никогда это мораль моего сегодняшнего обзора